Обидно. Как относишься к новому указу Путина про Грузию? По поводу... По поводу чего? По поводу того, что прямые перелеты открыли, и... Чё ещё? Без виз? Или как? Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Закрыли. Да как закрыли, если открыли? Я просто не понял, там какая-то хуйня непонятная. То есть Путин вроде как сделал безвиз между Грузией и Россией, а Грузия, в свою очередь, наоборот, такие, эй, алё, чё за хуйня, мы так не хотим. Или как? Или что? Я не понимаю. Сейчас в Грузии митинги из-за этого никто не хочет с Россией иметь дело. А нахуя Путин открыл границы, прямые вот эти вот перелёты с Грузией? И безвиз, если это так. Может я чё-то пока неправильно понимаю? Не понял нихуя. Россия разрешила безвиз для Грузии, а у Грузии и так безвиз был для россиян. А-а-а! Бля, какая хуйня, господи ты, боже мой. Я понял вас. Что я ещё такого мне тут поскидывали? Интересного. А-а-а! А чё, ничего, что ли? В Челябинске задержали стримера. Какого-то Алаласа Алаласовича. Что, блядь? Серьёзно, его так звали? Его так зовут, точнее. Который призывал наносить удары по Кремлю в своих прямых эфирах. Короче, какого-то Ананаса Ананасовича арестовали, задержали стримера. Против него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы. Ну, давайте вам посмотрим, да, как задерживают стримеров в России, которые призывают ударить по Кремлю. Точнее, давайте посмотрим, как примерно задерживали бы меня, если бы я сейчас был в России. Охуеть. Не, ну, в принципе, вот эти ребята уже приходили к моим родителям за мной. Ну, не в такой форме, конечно, да. Ну, просто там в обычной одежде с документами. И спрашивали, спрашивали, короче, искали меня. Но дверь не выбивали. Ну, потому что меня же там нет. Ну, соответственно, как-то так, да. Но здесь ФСБ решили действовать конкретно радикально. На пол упал быстро! Опа, на пол упал быстро! Ага. Ага. В проведении обыска имейте право присутствовать и приносить замечания к адаптайским жанрамам. Окей. А теперь давайте посмотрим, что же он такого говорил на стриме. Слава, 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 Украине. Чтоб они разъебали этих, блядь, хуй плетов, нахуй. Чтоб они, блядь, до Кремля дошли, блядь, и ебнули его, нахуй. Мы не можем просто, мы не можем, блядь, мы не в силах, блядь. Русская нация, блядь, не в силах, блядь, право стоять, хуй лу, блядь. Я надеюсь только, блядь, на украинцев, блядь, что они дойдут до Кремля и ебнут его, блядь, пацаны, блядь, на вас одна надежда, блядь, ебашьте, нахуй, ебать резать, нахуй, хуярьте там, блядь. Русские не могут предустоять этой хуйни, блядь. Надо, блядь, это, чтобы вы, блядь, добрались до Кремля и ебнули, нахуй. Ну, реально, блядь, а как еще сделать-то, блядь? Это, блядь, только на вас одна надежда, пацаны, блядь. Я, блядь, только на этих, надеюсь, блядь, на вас, блядь. Нет. Слушай, ну, я с этим, я так понимаю, он любит выпить, да? Чисто такой пивозавр, короче говоря. Я с ним не соглашусь, ребят. Я не соглашусь, я не согласен с этим. Что-то там взрывать, стрелять куда-то, уничтожать, разрушать это, я считаю, это не наши методы, вот, и не такими методами нужно бороться против всяких у... Ну, вы поняли, короче говоря, блядь. Уебанов, сидящих в Кремле. Не таким образом, явно не таким образом. Вот. Охуел? А шо? Вы хотите, как вагнеры, да, теми же способами поступать, да? Москву разбомбить или что? Я не понимаю, вы что, ебанули совсем, что ли? Ну, алло. Сегодня Пригожин снова... А, ну опять, что ли? Ну, еб твою мать, сколько можно ныть? Я не понимаю. Это как, знаете, вот эти вот долбоебы, которые по Москве катаются, блядь, с этими ракетами, вот, на машине, на которых написано на Вашингтон. Вы когда на них смотрите, что вы о них думаете? Об этих долбоебах. Ну, наверное, о том, что они долбоебы какие-то, блядь, реально, кончены. 110, он не сказал уничтожать Москву. Не, ну, он сказал разъебать Кремль. А Кремль где находится? В Москве. Ну, как бы, блядь. Наказать тех, кто в Кремле сидит? Это да. Посадить? Пожизненно, блядь. Это да. Минусы? Ну, блядь. Просто, понимаете, в этом Кремле нужно будет сидеть другим людям, которые заменят нынешнюю власть. Вот. Понятно дело, что непонятно, что это за люди будут. А если это будут нормальные люди? Где им сидеть в таком случае, если не в Кремле? Где Навальному сидеть в таком случае? Ну, я понимаю, он сейчас сидит в тюрьме. Вот. Но, но, но. Вот сменится власть в России, Путин уйдет, не знаю, улетит нахуй, короче говоря. А вы предлагайте разъебайте нахуй все в центре Москвы, Кремль и так далее. А как тогда, ну, после этого существовать? Налаживать, скажем так, обстановочку. Поэтому я считаю, это очень хуевый метод. Неправильно. Без Кремля? Ну, блядь, в Питере? На Думской, да? Да, хороший вариант, пиздец. Ой, в Москве зданий мало. Ну, да. А что, много что ли? Ты в Москве вообще был когда-нибудь? А если ты есть в Москве, то я не знаю, но если ты в центре живешь, ты как бы, ну, за пределы центра скатайся, посмотри, как там вообще обстановочка. Ну, за пределами третьего кольца, например. Вот там пиздец, блядь, ты посмотри на эти здания. Ты думаешь, Навальный там будет сидеть, что ли? Нет. Ну, где-то там и сидит, наверное, в той области. Заодно отстроит? Ладно, идем дальше. Искусственный интеллект предсказал возможное будущее человечества с 2023 по 2100 год. Не знаю, о каком интеллекте идет речь. Ну, об искусственном, но имеется в виду, где он это предсказал, непонятно, здесь не указывается. Хотите, я вам прочитаю, что в итоге нас ожидает? Нет. Здесь в подробностях по некоторым моментам ИИ прошелся, собственно говоря. ИИ... Нет. Ну, давайте. Окей, я зачитываю. 2026 год. ИИ. Что такое ИИ? ИИ это искусственный интеллект. Сокращенно ИИ. При чем ты ИИ Арестович, блядь, долвоеб? ИИ искусственный интеллект. Вот. Так вот. 2026 год. ИИ. Разрушает экономику. Ой. Веб-разработчики, бухгалтеры, юристы постепенно заменяются ИИ. Нет. 2028. ИИ создает произведения искусства. Музыку и видео заменяет учителей. 2033 год. ИИ создает роботов для себя же. ИИ встроен во все. От кофеварок до самолетов. 2038. ИИ совершает научное открытие, на которое компьютерам потребовалось быть тысячи лет. 2045 год. ИИ останавливает процесс старения. человек будет жить более 300 лет. Шо? Уже не так плохо, да, звучит? Уже как бы хочется, чтобы поскорее ИИ развился, стал более умным и захватил человечество, да? Ну да. Бля, я надеюсь... Ладно. Я надеюсь, просто некоторые, скажем так, из людей не доживут до 2045 года. А то, блядь, нам еще очень долго придется терпеть то, что сейчас происходит. 2050 год. Достигнута эпоха изобилия. Установлен всеобщий базовый доход. Люди живут в основном виртуальной реальности. Это 2045 год. Это, в принципе, ну, достаточно скоро. 2050 год. То есть, все мы с вами, скорее всего, доживем до этих времен. 2050 год. Достигнута эпоха изобилия. Это я уже прочитал. 2060 год. Люди сливаются с ИИ. Биологические мозги становятся цифровыми. Ха! 2070-й. Человеческое сознание становится цифровым. Ебать. Мы станем цифрами, охуеть. И 2100-й год доминирования ИИ. ИИ стремится колонизировать другие звездные системы. Вот так-то. Короче, ИИ станет Путином. Начнет захватывать и оккупировать не территории на Земле, а планеты, блядь. Вот так-то. Глянь, два видоса в предложке про Пригожины из ТикТок. Вроде эти не видели. Ну мы и так сегодня уже сколько посмотрели. Ну там их бесконечное количество. Вот, поэтому ждем. Ждем. Но если в чате сидят веб-разработчики, бухгалтеры и юристы, что я поздравляю вас, ребят. Через три года вы станете уже неактуальными, к сожалению. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Я учитель? Ну тогда ты станешь неактуальным в 2028-м. Тоже достаточно скоро. I'm sorry. Стримеры тоже? Сомневаюсь. Такого долбоеба, как я, невозможно будет заменить какой-то там ИИ. Вряд ли она сможет это сделать. Настолько качественно, вот. Это нереально. Ну типа, ну невозможно заменить долбоеба, понимаете? Какой-то там, каким-то там интеллектом искусственным. Он не сможет. Ну не сможет. Это будет все равно не то. Я знаю, что нейросети уже стримят, но то, как они стримят, это хуйня полная. То есть, ну видно, что это программа. Причем, тупая программа. Я понимаю, что они развиваются, умнеют. Посмотрим, что будет. Но они все равно не смогут меня скопировать. Понимаете? Видите, то есть, я вот-вот, я вот-вот, видите? То есть, я сидел, и я какую-то хуйню сейчас сделал. ИИ не сможет это сделать. Ну не сможет она просто сидеть и разговаривать, и вот так вот ебануть какую-нибудь херню. Я могу, а она не сможет. Она не догадается. Вот просто неожиданно вот так что-нибудь там закричать, пернуть. Это невозможно. Знаете, почему это невозможно? Потому что они умны. В этом и проблема. Почему? Меня невозможно заменить. Потому что они будут умными, они-то развиваются, а я нет. Поэтому как она меня заменит? Она, типа, слишком, ну, развита для этого. Вот именно. У меня 110. А там, блядь, миллионы IQ. Поэтому не переживайте, ребят. Я, я, я за это не переживаю, типа, и вы не переживайте, все нормально. Никуда вы от меня не денете. Ха! Ладно, сори. А, ну да. Граждане России, призванные на военные сборы, не будут принимать участие в СВО. Военный обозреватель какой-то Виктор, блядь. Но, тем не менее, Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. Ну, так шо, ребят, есть тут кто в запасе? Алло. Это каждый год так? Да, это каждый год, конечно. безусловно, просто видишь ли время сейчас, времена сейчас другие. Не каждый год у нас война была, как сейчас, правильно? Поэтому. Ну, ладно, чё, надеемся, что и правда ничего не будет. Так, ладенько, идем дальше. Чего тут еще? А, чё такое? Это был 2014 год, всё сбылось. Валерия Новодворская за месяц до смерти в 2014 году. Ну-ка. Дорогие донбасские ополченцы. Обратилась к сепаратистам на Донбассе. Они же сепаратисты, они же террористы, и как вас там еще в истории назовут, вы даже представить себе не можете. Я русская. Я вам не из Киева звоню, я звоню вам из Москвы. И, видимо, вам никто не сказал еще правды о том, какая участь вас ожидает и в качестве какой разменной монеты употребляет вас Москва. Мои дорогие хорошие, вы во имя чего собираетесь умирать? Мы никак здесь не можем понять, зачем вы собираетесь умирать и за кого? Вам уже должно быть понятно, что Путину не нужен Донбасс. Нужны не вы, нужна черная дыра. Понимаете, беда вся в том, что вам умирать не за что. Вы говорите, что сражаетесь за Донбасс. Донбасс часть чего? Нет и не может быть страны под названием Донбасс. Вы же понимаете, что вы одни жить не будете. Путин вам просто не даст жить одним, потому что ему не нужна ваша независимая жизнь, даже если вы попробовали. Ему нужна граница, чтобы гнать через нее ПЗРК оружие и чтобы нападать на Украину, чтобы та не знала ни одного спокойного дня, чтобы все время шла война, чтобы Украина не сделала реформы. А вы, вы только пушечное мясо, вы только средство обеспечить войну. Вы хоть знаете, кто такой Путин? Это чудовище, это сталинист. Ему нужно, чтобы никто нормально не жил. Ему империя нужна, империя зла, потому что империи добра не бывает. И ради чудовищных амбиций этого наследника Гитлера и Сталина вы хотите умереть во свете лет? Я что-то вас не понимаю. С Россией на сегодня все очень плохо. Я не уверена в том, что мы выберемся. Нас здесь слишком мало и слишком много тех, кто хочет воссоздать империю, и вы для них только подстилка. Вот ваши противники такие же молодые люди или постарше из украинской армии, из национальной гвардии, которых вы почему-то считаете фашистами, они понятно за что умирают. Знаете, даже не за целостность Украины. Не в этом дело. Они умирают за то, чтобы выжила их страна под названием Украина. Чтобы она оторвалась от нашей проклятой, жалкой, рабской, злобной России. Уж я вам как уроженец этой России говорю, я знаю, что у нас здесь происходит. Чтобы она немножко чего-нибудь съела, приоделась, ушла в Европу, жила так же мирно, спокойно и счастливо, как европейцы. Как вы понимаете, фашизм там не планируется. Ну, фактит. Фактила. Фактила. Не знаю, убили или нет, но говорят, что вроде убили. Вот. Потому что всякое говорило. Ну, например, как то, что мы сейчас услышали. Сама умерла. Ну, это я не знаю. Всякое говорят, поэтому как бы утверждать здесь тяжело. Так, цшо. Мало кто знает, какие нелепые фейки стали формальным поводом для начала войны. Так, 18 февраля власти ДНР опубликовали видео с нагрудной камеры украинского диверсанта, пытавшегося подорвать емкости с флором. Но по методанным удалось установить, что видео было смонтировано за 10 дней до диверсии, а на аудиодорожку наложены звуки взрывов с учебных стрель к финской армии. Окей. В тот же день главы ЛДНР объявили эвакуацию населения, но оказалось, что обращения были записаны за два дня до публикации, когда ситуация была спокойной. Мария Захарова в тот день насмехалась над истерией Запада из-за не случившейся войны, а республики отчитывались о спокойной обстановке. На пустой парковке был взорван пустой УАЗ, якобы начальника народной милиции ДНР, но перед взрывом на тех же номерах ездил автомобиль поновее и подороже. ФСБ заявило об обстреле из Украины Ростовской области, но оказалось, что Россию обстреляли с территории Луганской Народной Республики. Корреспондент телеканала Россия опубликовал видео, на котором мирному жителю якобы оторвало ногу, но из-под штанины его выступало крепление для протеза. Российские СМИ сообщили о попытке прорыва украинских диверсантов на территорию России, но БТР диверсантов оказался российской модификацией, а прорыв был снят на территории контролируемой ДНР в 40 километрах от украинских позиций. ФСБ сообщило об уничтожении российского погранпункта украинским снарядом, но оказалось, что он находится там же, где был снят прорыв диверсантов зоны досягаемости украинской артиллерии. Российские СМИ сообщили, что украинские диверсанты подорвали автомобиль, в котором ехали гражданские, но на показанных телах видны следы вскрытия, что говорит о постановочном характере произошедшего. Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности выбора не основанны. Просто не было выбора. Другого выбора просто не было. Мы просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Да ты шо, пиздобулища, блин. Я вообще в шоке, я просто в ахуе ну, ребята, но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но. Ну-но-но-но-но-но-но-но. Так, что еще тут есть интересного? Есть чего-нибудь еще, нет? Или это все? Это шо? Шо это такое? Господи Откопали какую-то старую запись 2018 года Вот пожалуйста Это я еще в России жил, чтобы вы понимали В Петербурге, в подвале сидел И ничего, нормально Так Музыкант Глеб Викторов из группы Три дня дождя высказался в поддержку России и анонсировал Благотворительные концерты в Луганске и Донецке Вот и был, блять Идиот, нахуй Ну и че Во-первых, вчера забыл поздравить вас с Днем Великой Победы Забыл поздравить, блять Великой Победы Красной Армии над фашистами Во-вторых, многие меня спрашивают Какого хуя я стал ватником? Отвечаю Последние лет 15 Весь сознательный возраст Я замечаю какие-то Карикатурно-насмешливые Издевательства Шутки насчет русского человека И России, блять Где он это замечает? Это в каком таком месте он это видит вообще? Карикатурно-насмешливые Издевательства Шутки Насчет русского человека и России А можешь привести примеры? Ну, к себе в ТГ скинуть Показать Да, во-первых, источники где-то это видел Ну и скинуть, соответственно, показать нам Вот Мол, мы ебать, какие несуразные Потешные И т.д. Особенно в свете последних событий Что значит несуразные и потешные, блять? А потешные это что, плохо, что ли? Вроде звучит-то, ну, достаточно мило Ну да, я потешный И Зайди к Нюбергу Почитай про этого Глеба Да, блять, что мне читать про него? Я вижу, что он долбоеб какой-то Потешный и т.д. Особенно в свете последних событий Так вот Идите нахуй У нас есть культура Есть обычаи Есть многонациональность У нас есть понятия И устои Я люблю это место этих людей Это нра Я с сегодняшнего дня побывал во всех регионах нашей страны Я был в каждом большом городе нашей страны Пошла вся планета нахуй Слава России В конце добавил Вон, оп Оба О, бля Ну, дебил Слова перепутал Во-первых, слава Украине Это во-первых Во-вторых Что значит пошла вся планета нахуй При чем-то вообще вся планета Человек, который заявляет про многонациональность Шлет всю планету нахуй При этом как бы гордится тем, что в России многонациональность Но при этом планета вся одинахуй Русские вперед, слава России Ну не долбоеб Сам все противоречат Обычаи Культура Никто и не спорит, что в России есть культура Какие-то обычаи, ок Дальше-то что? А Про войну-то что скажешь? Как бы, ну Давай как-то прямо, что ли А не вот этими непонятными словами Он не русский Ну это тем более Чего ты всю планету нахуй посылаешь, долбоеб На этой же и планете, соответственно И Россия находится Ты не знал? А то, может быть, он думает, что Россия где-то Я не знаю, в космосе летает, блядь А планета нахуй идет в таком случае Ну ладно Ну бля, и что? Ладно, окей, дальше что? И после этого У него заиграл патриотизм В жопе, и он решил что? Что он тут еще написал? Все хуево переживем Все хорошее создадим Все лучшее сохраним Но пока как-то все наоборот происходит Я бы вот так сказал Все хуево создаем Все хорошее разрушаем А все лучшее Забываем Наверное, так было бы правильнее, да? Ой, оля У меня есть три совета Которые пригодятся вам Ой, блядь, еще и совет кому-то дает У меня есть три совета Которые пригодятся вам в будущем Совет номер один А ну Давай Если тебя нихуя не устраивает сегодня Все Мой совет Себись нахуй Это совет, конечно О, спасибо Уже сделал Ой, блядь Совет дня Не дизмораль по-братски А, то есть его это дизморалит, да? Что люди недовольны жизнью Произошедшим, происходящим в России Но его это дизморалит почему-то А почему это его дизморалит? Может потому, что это все-таки реальность? Может потому, что То, чем недовольны люди Оно есть и в самом деле Поэтому тебя это дизморалит? Потому, что ты понимаешь Что, сука, так оно и есть, блядь Поэтому и дизмораль прет Но ведь проще, когда ты этого не слышишь, да? Проще смириться И не слышать вокруг Недовольства Потому, что когда ты их не слышишь Ты успокаиваешься И тебе вроде начинает казаться Что все хорошо Так, наверное, да? Поэтому все недовольны Съебитесь, пожалуйста И не нойте здесь Да, потому, что Чтобы мне было хорошо В своем болоте, скажем так Ну, ладно Совет номер два Если остался Будь с народом Опять не дизмораль По-братски Ёпта Блядь Если остался Будь с народом Братан В данный момент Твой народ Отправляет мясом На фронт Умирать А ты за народ Что-то рассказываешь Иди на фронт Побраться В таком случае Что ты тут Разглагольствовешь? Орел и Решка Крым 2012 года Прям жесть Не верится Что так было Спасибо тебе большое Не, не смотрю Делай все возможно Чтобы твои сограждане Чувствовали себя Не одинокими И последнее Что он добавил Сейчас Угадайте Что он добавил Внизу По-братски Ой, бля Делай все возможное Чтобы твои сограждане Чувствовали себя Не одинокими Что ты нахуй несешь? Что значит Не одинокими? Что нужно сделать Для того Чтобы сограждане Не чувствовали себя Одинокими? Это что? Это как? Типа, что? Если какой-то Недовольный человек В России Улетит из России Что? Все другие россияне Вдруг станут Одинокими Или что? Бля Бля У меня вопрос К этим согражданам Они себя чувствуют В безопасности В данный момент Времени Находясь в России Особенно в Москве Например Или в приграничных городах А даже дело не в том Что что-то может прилететь Там или прилетает Дело в том Что например Если ты мужчина Молодой Да Здоровый Кабан Такой Знаешь Какова вероятность Что тебя отправят На фронт Воевать Мобилизуют И так далее Ну типа Бля Чел Надо о других вещах Переживать Если ты за За народ То ты переживай О народе А не то Что Ой Одинокими останутся Дизмораль Бля Дебил Сука Я конечно Извиняюсь Что я так грубо Выражаюсь Но как бы Ну блядь Ну как тут Вообще Комментировать можно По поводу концертов В Донецке Ведем переговоры По поводу концертов В Луганщине Ведем переговоры Все эти два концерта Абсолютные Полностью Благотворительные Ух ты какой Молодец 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 Эй че такое Блядь нахуй Понятненько Че я могу сказать Не ну в случае Прослушали У него У него прослушиваний Достаточно много Посмотреть 23 миллиона Вот этот трек набрал Тут 10 12 миллионов 6 миллионов Вот У Нюберга Развлачение Где он за Украину Ну видите Люди Или это не прослушивание Вот прослушивание вроде Вот Люди Переобуваются Особенно В данной ситуации Да Особенно Когда ты Репер И твоя основная Аудитория Из России Проще Было бы конечно Ебальник завалить Делать свое дело Молча Как это делают Многие Да Это всяко лучше Чем вот такую херню Нести Вот Ну как мне кажется Да То есть Проще тогда вообще Молчать И все Ну молчи И все Просто ничего не говори Зачем Зачем лизать в жопу Той власти Которой на тебя Вообще насрать Ну типа На что он надеется На что он надеется Да не было он за Украину Мы же смотрели Видос Нюрнберга Он там же сказал Что этот чел Вата Он не рэпер Ну да Согласен Он не рэпер Зачем я рэперов оскорбляю Ты уверен Что его не спонсируют Слушай Я то откуда знаю Но если он летит В Луганск В Донецк Бесплатно Как он говорит Благотворительные Какие то концерты Я не думаю Что на самом деле Его кто то спонсирует Нет Просто чел Блять Решил что Можно будет Как то я не знаю Привлечь внимание К себе Аудиторию За счет того Что он типа Такой весь Патриот России Его будет больше слушать Он просто Ну живя в России И наверное Любой человек Живя в России Возможно Ощущает Что Большинство Сейчас Скажем так Стали патриотами Да Что большинство Сейчас За нынешнюю власть В России Что все такие Прям Ну Патриоты Короче говоря Да За наших Там и так далее И он видимо Думает Что если он сейчас Тоже будет За наших Там за Россию То у него Станет Больше Там аудитории Прослушиваний Там в два В три раза И так далее И тому подобное То есть я думаю Тут больше Вот это вот Вариант Нежели чем То что ему заплатили Или опять же Да Как бы Надеяться Что в будущем Ему еще и платить Начнут За какие-то концерты Я не знаю Я его песни Не слушал Хз Что там у него Про наркотиками Пайт Или еще про что-то Мне вообще Похуй в принципе Дебил Он и Где угодно Дебилом будет Так ладно Слили диалог Депутату Госдумы Любителя Короче Какого-то Алексея Журавлева С Дмитрием Рогозиным И что Опять что ли Как они блять сливают Эти переговоры Разговоры по телефону Как Лишь Так и не дали Нормально поговорить Хорошо Вроде много Обсудили Там 90% Но все-таки Главное Мне представляется То что Надо формировать Именно Что-то как Прям слишком Чистая запись Добровольческие Отряды России Сейчас подозритель Дор Кто Именно Дор Кто И если Вы готовы К этому То Я Займусь тем Чем я занимался Всю жизнь То есть Да Спасибо От меня От Хесса Консолидировал Людей Во всяком случае Вокруг А что качество Такое хорошее Это не похоже На телефон Переговоры Вот это вот движение Которое должно Что это такое Любых Добровольческих Отрядах Россия Или это не переговоры Могилев Присоединяются Там Много Что Гарантируем И они Знают Чем они Занимаются Кто за ними Стоит За кого За кого Они идут В конце концов В бой Да Вот это Очень важно Я бы хотел Все-таки Как бы Короче Хуня Дайте Более подробно Может обсудить Мне Приятно было бы Формировать Такое подразделение Просто Я уверен Что у меня получится Потому что Под вашу фамилию Это Однозначно Пойдут Да Все это хорошо Никто ничего не отменяет Ни царских волков Ничего Но под фамилию Рогозин пойдут Любые другие бренды Они размыты Они дают Четкой Концентрации Прошу вашего решения Все-таки окончательно Не сегодня Может не завтра Но Мне представляется Здесь ошибки нет Надо именно так и делать Потому что Суки Из них никто на себя Не хочет брать ответственности Никто Что так дышит Давай попробуем Я думаю Это Интересная идея Бля Не знаю ребят Какой-то странный разговор Слишком чистая запись Не похожа на то Чтобы они по телефону Где-то разговаривали А как будто Оба говорят В очень хороший микрофон Как у меня Например Союз Вот Что-то очень странная Хуйня какая-то Ребят Тяжело в такое поверить Похоже на голосовые А то есть Вы думаете Да даже голосовые Слишком качественный Голос Даже для голосовых сообщений Даже если это Айфон Ребят Звонок через 4G Да ну нахуй Вы что гоните Ну ладно Давайте я просто Вкратце тогда Перескажу что тут В разговоре Журавлев убеждает Рогозина Начать формирование Собственной ЧВК Из добровольцев Рогозин как бы Сомневается Но вроде и не против Также Рогозин Признается Что в 2012 Помогал Пригожно Формировать ЧВК Но сейчас Не очень то им доволен Называет его Прохвостом 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 Блять хуй знает И человеком Который наживается На войне Самый интерес Начинается с 3 минуты Где Журавлев Начинает Перебирать фамилии Высших лиц РФ И перекидывать Кто из них мог бы Обладать Отчастной армии И как это могло бы Выглядеть Кадырову Герасимову И Пригожину Слушайте обязательно В общем хуйня Короче какая то Ладно Ничего существенного К сожалению Да Ну Момент Из этой серии На прошлом стриме Ютуб хотят блокировать Блокировщики рекламы Началось тестирование Опции Которые запрещают Воспроизведение видео Если включен Блокировщик рекламы И дает два стула Включить рекламу Или оформить подписку Пока что Функция тестируется На небольшом количестве людей И не ясно Будет ли она введена Для всех Ха Поняли короче да Вот так то Ну вообще Я думаю что В скором времени Эти блокировщики реклам И правда Перестанут работать Опять же С приходом нейросетей Ии и прочей херни Вот Ютубы всякие Научатся обходить Эти блокировщики Только так Хотя возможно Блокировщики Тоже научатся Использовать Ии Нейросети И все равно Будут блокировать рекламу На ютубах И твичах Пока этого нет Но если это случится Если ютуб подключит Ии И блокировщики Подключит Ии То возможно Начнется война Война Ии Война нейросетей Понимаете да То есть Блокировщики блокировщиков И блокировщики рекламы Они столкнутся И все И пиздец будет Они будут друг друга Пытаться как-то переиграть Обойти Блокировки Блокировка будет Обходить блокировку И И все И я тогда не знаю Что будет Мне кажется С этого и начнется Война Искусственного интеллекта Вот этих вот Нейросетей Именно с блокировщиков Рекламы ютуба Ждем 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 Так Чего еще Нет США и Великобритания В прошлом году Выдали россиянам Больше виз талантов Чем В предшествовавшие Годы Госдепартамент США В прошлом году Выдал россиянам Вдвое больше Виз талантов Чем годом ранее Великобритания В пять раз В 2022 году США выдали россиянам 445 виз Типа Оуан Согласно данным Британской МВД В 2020 году Россиянам виз талантов Было выдано 34 штуки всего лишь В 2021 году 72 А в 2022 397 Охуеть Вот так-то Вот так Хотя я думал Там намного больше Намного больше Я думал там Тысячи должны быть А тут оказывается Всего лишь Всего лишь 400 штук В сети Слили видео С попыткой Побега Хазмика Из участка Чего Блядь Субтитры Субтитры Чего Блядь Чего мне скидывать Эхерню Кую-то Бритни Спирс Мертва А ее аккаунты В соцсетях Ведет Двойник Ради наживы Безумная теория Фанатов Певицы Появилась В соцсетях На одном из видео Они заметили Кое-что Странное И понеслось И что, блин, подождите И чё Дипфейк 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 И когда она Руками Когда двигает Маска слетает То есть это не дипфейк. И качество дерьмово смазано опять же, да? Хер его знает. Ну ладно, окей, предположим и... Обидно, наверное. Дмитрий Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации в России. Надо иметь в виду, что враг сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Поэтому нужна мобилизация. Она должна была пройти не только одна в начале осени. Должна была пройти еще одна. У нас есть проблемы с личным составом. Потому что ребят ранят, наших бойцов убивают. Даже когда фронт стоит, идут арт-обстрелы. Мы теряем боеспособных ребят. Их надо восполнять. При этом Рогозин отметил, что мобилизация не понадобится в случае набора необходимого числа контрактников. Ой, бля. Ну, понятно. Понятно. Понятненько, понятненько. Что тут еще? Россия оказалась между Мексикой и Индией по уровню средних зарплат. Рейтинг составила издание какое-то непонятно на основе официальных данных. Ну, типа официальной статистики. А где? А, во. 648 долларов. Ну, где бы в месяц, я так понимаю. В Мексике 700. Потом идет Индия 500 долларов. Турция 400. Бразилия. Аргентина. Индонезия. Так, на первом месте. О, ничего себе. Нормально, блядь. Сингапур 4 900. Люксембург. Нет. ЮСА 4 200. Сюда, бля. Ну, че? Нормально. Нет. А где Украина, подождите? Ну, Украина, наверное, она там на нулевом месте. Ну, имеется ввиду, выше всех. Выше всех. Даже сюда не влезло просто. Там зарплаты 10 миллионов долларов. Не, а где Украина, реально? Че за хуйня? Почему сюда не добавили? Там, шо, блядь, меньше, чем в Египте зарплата? Алё. Непон. Ну, если без рофла. Ну, понятно. Короче, там примерно так же, как и в России, в Украине, да? Аминь. То.